Триумф юного бойского музыканта. 16 декабря в Костроме во Дворце Творчества Детей состоялся 20-й международный фестиваль-конкурс «Душа России. Кострома». Организованный творческим объединением «Триумф» при поддержке Международной академии музыки Елены Образцовой. Среди лауреатов есть буевлянин. Буйский областной колледж искусств в номинации «Инструментальное творчество» в сольном исполнении достойно представил студент 2-го курса отделения духовых инструментов Григорий Фельгер, класс преподавателя Ольги Александровны Калининой, концертмейстер Галина Ахатовна Ефремова. Григорий стал лауреатом второй степени. Поучаствовать в конкурсе «Душа России. Кострома» мне предложила мой преподаватель Калинина Ольга Александровна. Я посчитал это хорошей возможностью набраться опыта в исполнительской практике. Да и, может, даже победить. Вот, получилось. Повезло. Долго готовился. Я, начиная с учебного года, с сентября, как мне выдали программу, помогала мне мой преподаватель, Ольга Александровна и Галина Ахатовна, мой концертмейстер. Тщательно отрабатывали многие аспекты в этих достаточно сложных музыкальных произведениях. Ну, спустя месяцы тренировок, я их достаточно, считаю, хорошо освоил, довел до конкурсного уровня. Уровень участников был тоже достаточно немаленький. Признаться, я достаточно волновался. Но хочу заметить, что большинство участников было по другим номинациям. Номинации хореография, театральное мастерство. Я же, как инструменталист, встретил, ну, достаточно немного соперников. Но они были, был с кем позастязаться. И вот, в результате, позастязался. Я бы не сказал, что ощущения у меня были от победы. Я старался получать удовольствие от самого процесса, процесса нахождения на сцене. Мне главное, чтобы зритель получил удовольствие. Главное, чтобы мне аплодировали и чтобы я знал, что не зря играл. Мне повезло, я вначале выступил. Вышел я с Галиной Ахатиной, со своим концертмейстером. Понастроились, попривыкли к сцене, к залу. И пошло-поехало. Что это дает ваше учебие? Есть какие-то плюсы в том, что вы поучаствовали в таком курсе? Да, безусловно, плюсы есть. Опять же, опыт. Я от этого удовольствия получаю. Мне нравится. Почему бы, собственно, не заниматься тем делом, которое я люблю? На сцене выступать. Главный для меня жюри был Эдуард Григорьевич Клейн. Он руководитель духового оркестра в Костроме. Он был для меня главный судья. Сказал, что ему все понравилось. Мне было очень приятно. С музыкой Григорий связан давно, с самого детства. Без нее не представляет свою жизнь. Поэтому и выбрал музыкальное искусство делом своей жизни. Я увидел в этом перспективу в качестве службы в военном оркестре. Мне очень интересна музыка и, в частности, игра на музыкальных инструментах. До этого я осваивал фортепиано 7 лет. Потом любительски занимался гитарой 2 года. И вот теперь решил, почему бы не освоить тромбон. Участие в конкурсах, особенно такого высокого уровня, помогает в учебе, в выступлениях на сцене своей «Альма-Матер». Помогает еще больше влюбляться в музыку. Делает участников примером для других студентов. Конкурсы – это еще и возможность пообщаться с высоким жюри. Узнать векторы для дальнейшего развития и роста. В этот раз на юбилейном конкурсе участники также обменялись мнениями и обсудили свои выступления с судейской коллегией. Я только за, чтобы студенты где-то участвовали. То есть они хотя бы для себя свой уровень повышают и смотрят на других участников, тоже набираются опыта. У него очень хороший потенциал. То есть он старается, он выполняет все задания. Даже что-то сам интересуется какими-то вещами, который в принципе для себя, он больше делает для себя. То есть потенциал у него есть, как исполнителя, очень высокий даже. Это был юбилейный 20-й конкурс. Нам посчастлилось попасть в юбилейный. Участники приехали почти со всех уголков России. То есть от севера до юга все почти города были представлены. Но в основном номинации такие представлены были как танцевальное творчество и хореография, так как это распространено. Но и инструментальное творчество тоже были участники. Тоже из разных городов. А в состав жюри вошли ведущие специалисты города Костромы в области театрального искусства, в области музыкального искусства. У нас было, я считаю, что именно в нашей номинации два человека, которые истинные музыканты, нас оценивали. Их мнение, конечно, мы за круглым столом потом учли их все пожелания и мнения. Это Захаров Андрей Иванович, преподаватель КГУ имени Некрасова, и Клен Эдуард Григорьевич, дирижер военной академии оркестра. Вот их мнение. Нам потом посчастливилось за круглым столом с ними обсудить программу выступления. То есть они сказали все плюсы, все минусы, к чему нам стремиться, на что обратить внимание. Вот их мнение самое важное. Ну, участников было очень много. Целый зал, вот когда началось само выступление, было целый зал участников. Все, конечно, воодушевленные, радовались. Но, конечно, чувствовалось у каждого волнение. Кто-то бегал, переживал. У кого-то там в сторонке трясло потихонечку. Кто-то относился к этому спокойно. Ну, у Гриши было волнение. То есть пока он не вышел на сцену, он, конечно, волновался. Но после выступления чувство облегчее, то, что он хорошо сыграл. Тоже мы его похвалили, сказали, что это было хорошее выступление. Вот у с вами еще ездил. С нами ездил наш концмейстер незаменимый, Галина Ахатовна. И директор колледжа, Ольга Владимировна, нас отвозила, привозила. Нам там помогало все. Вот и конкурс один день был или несколько не было? Конкурс для иногородних, конечно, проходил в три дня. Для нас, так как мы живем рядышком, то есть в один день. То есть, ну, целый день. То есть мы с утра наступили. И подведение итогов только вечером. Когда закончились все прослушные, то есть целый день мы были там. Ну, вот получилось посмотреть на других участников. То есть кто как выступал. То есть тоже чуть-чуть оценить их уровень. Кто на что способен. Как вот сейчас вы им могли? В учебе это помогает? В учебе, да, им сейчас помогает. Легче ощущение сцены становится. Нет такой боязни людей уже. То есть чем больше выступаешь, тем легче эмоционально переносить вот этот страх выступления. Конечно, это да, помогает. И чем больше выступаете, всегда говорю, больше выступаете, и будете чувствовать себя как рыбой воде на сцене, не будете переживать. И сейчас уровень студентов ничем не отличается. Даже некоторые студенты еще лучше предыдущих идут, растут. Но я желаю всем студентам, чтобы они шли к вершинам и достигали. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова